Всем привет! С вами Сад Огород. Перед вами колонавидная яблоня. Мы сейчас будем производить обрезку ее. Ей раз, два, три. Четвертый год пошел. В прошлом году она цвела, но, к сожалению, мороз убил все соцветия, они осыпались. Весна была холодная. Будем надеяться, что в этом году она отдаст первый урожай. В связи с тем, что у нее цветы все отвалились, она очень сильно обросла. Но поскольку это яблоня колонновидной, мы будем придавать форму ей колонны. Нам не нужна крона. Вот, кстати, вот эту ветку мы оставили. И она тут уже делает у нас... Начинает соперничать с основным побегом. Вот. Кстати, вот у нас есть тут плодоносящее звено получилось у нас после прошлогодней обрезки. Значит, вот у нас, по сути, должно быть плодовая ветка. Здесь у нас, значит, эту ветку более вертикальную мы режем опять на две почки. Вот. Ну что здесь у нас? Вот эту ветку мы удаляем совсем, она очень низкая. Она будет затеняться. Вот здесь у нас все идет на две почки. Все однолетние, значит, приросты мы делаем на две почки. Ну, максимум три. Затем мы летом можем откорректировать. Так, здесь у нас что? Вот так вот. Так, здесь мы не трогаем. Здесь тоже самое, вот это плодоносящее звено. Мы потрясаем только вот вертикальный побег. Так, вот мы сейчас видим раз-два. Ну, где-то вот так вот. Здесь у нас тоже вертикальный побег, вот он. Удаляем его. На будущий год он будет звено давать нам. Здесь вот. Так, вот здесь вот непонятно. Это мы еще сейчас прикинем, что сделать с ним. Значит, вот этот боковой побег отрезаем совсем. Это то, что получается, значит, крона. Так. Короче, все молодые побеги мы рубим. Ну, кроме вот таких кольчаток, которые будут свести на две почки. Примерно, значит, три пальца оставляем от заданной точки. Нельзя подрезать ее близко к почке. Можно даже под углом немножко к почке, вот таким образом. Срез желательно закрасить или замазать садовым варом. Так, здесь мы смотрим, что у нас. Вот так вот. Так, вот этот у нас интересный совсем. Отросток получился. Значит, будем считать. Да, в принципе, его можно удалить, поскольку здесь очень густо. Но можно и оставить. Хорошо, мы это оставим на полудоношение. А здесь мы на две почки однолетней удалим. Так, вот у нас одна почка, вторая. Удалили. Так, здесь у нас что? Значит, эти мелкие кольчатки мы пока не трогаем. Они слабые. Хотя можно вот для прореживания. Но нет, он хорошо расположен. Пока оставим его. Значит, подрежем мы вот этот. Совсем. Так, этот тоже совсем. Такое загущение там не нужно. Так, вот этот вот. Убираем. А вот эти два симметричных на две почки. Так, видим их где у нас тут. Раз, два. Но если не видим, то можно и на три почки. Затем летом одну из них ослепить. Просто бегло пройти и посмотреть, что там получилось. Лучше с запасом. Так, основной побег у нас остался. Кстати, иногда эти лидирующие побеги основные, они, значит, подмерзают. И получается, что приходится выбирать новый. Ну, вот так вот примерно. Вот так она, как бы, неказисто выглядит. Однако у нас колоновидные яблони. И поэтому надо ее все-таки резать. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.